всем привет дорогие друзья добро пожаловать на канал clown box world travel я для вас делаю обзор из границы с границы перехода из нарвы в ивангород то есть из эстонии в россию тут посмотрите на петровской площади только очередь и очередь только здесь и она уходит даже вон дальше дальше за флаги вот за флагштоки вот эти за надпись нарва пропускная способность в среднем по погранпункта иску эстонского 150 человек в час но здесь сейчас стоит три автобуса но я так понимаю что было еще больше автобусов но они забрали тех кто перешел из россии в эстонию из ивангорода в нарву и вот здесь вот примерно может быть даже и 300 человек и есть по идее такая очередь примерно в 300 человек должна занимать два часа но как мы знаем как я вам говорила в предыдущих видео эстонское правительство сделала заявление что будет тщательнее проводить досмотр на погранпункте ивангород на на всех панпа погранпунктов погранпунктах и конечно в частности на этом погранпункте по ходу следование из ивангорода ой из прошу прощения из нарвы конечно же из нарвы эстонии в россию в ивангород потому что много несанкционированных товаров и вам нужно будет подготовиться и посмотреть что можно ввозить что нельзя если что-то нельзя нужно декларировать если дорогие товары нужно декларировать через отдельное окно красный красный коридор декларирование и эстонская таможенный вот этот погранпункт уже тщательнее досматривает переходящих границу и с 8 числа будут вообще тщательно досматривать поэтому они заявили что чтобы предупредили людей чтобы закладывали чуть больше времени на переход границы вот еще подъезжает один автобус мы видим но хорошая новость что стоит только очередь здесь только здесь но вот она видите большая вот три автобуса люкс экспресс сейчас кстати она увеличится еще будет уходить вот туда вдаль и вон балтик шаттл или эколайн стоит автобус то есть здесь на площади очередь только на площади достаточно много людей но мое предположение что вот это очередь сейчас правда еще вот видите 50 человек прибыли еще из эстонии по и сталинского аэропорта конечно же из эстонии откуда еще и сталинского аэропорта все в основном эти люди российские граждане имеющие двойные тройные гражданства они прилетают в таллиннский аэропорт из разных стран и государств используя этот переход транзитом и эстонию транзитом для того чтобы попасть в россию на каникулы навестить родственников сделать свои дела может быть продать недвижимость и уже обратно стоят достаточно большие очереди на днях были просто гигантские очереди из россии вот и сейчас такая вот эта очередь я предполагаю что ну все-таки на четыре часа потому что тщательнее будет досмотр сейчас вот но она только здесь на очередь люди стоят только на петровской площади это хорошо тем что на петровской площади здесь вы в свободном так сказать полете здесь вы можете и посетить туалет здесь есть туалет там даже есть табличка петер и плац дом 3 посещение туалета бесплатно вот туда дальше чуть-чуть на кольцевой площади есть магазин лидл вы можете купить горячую выпечку дешево там напитки и еду все дешево вот здесь вот на площади также есть кафе в которых вы можете покушать отойти заняв очередь или если вы семьей едете по очереди ходить гулять также есть обменный пункт вот здесь вот прям перед нарвской крепостью два обменных пункта если вам нужно большие суммы нельзя вносить да вообще никакие иностранные валюты нельзя вносить выносить из евросоюза это тоже все закона по законодательству и по санкционному списку вот такая сейчас вот видите прибавилась очередь еще 50 человек из сталинского аэропорта приехали вот будет большая в этой очереди в основном российские граждане имеющие двойные тройные гражданства и конечно же они посетят посетят так сказать родственников и поедут обратно потому что я вам хочу сказать кто уехал тот уехал тот кто уже столкнулся с уровнем европейской экономики и образа жизни тут уже никогда не приедет обратно то есть такую глупость не пишите наши добро добро пожаловать домой а еще спишут но это в основном с бота фермы хрюкают под копирку одно и то же вот я им пишу акт а кто такие наши ну там ноль внимания ответа и в ответ тишина вот поэтому это сразу ясно что под копирку создаются аккаунты по 15 рублей и это еще раз подчеркивает катастрофичность катастрофичность экономики в которой люди тратят вот на такую простите ерундень свое время драгоценное я не знаю вам хватает на покушать то пенсии то у вас ну ни у кого не будет у нас на покушать то вам хватит по 15 рублей постить вообще такую когнитивный такой хрукоботский взрыв диссонанс и полный трэш ну ладно это мы так отвлеклись сейчас посмотрим что у нас на мосту так что вам комфортно будет здесь стоять а нас на мосту дальше вот вы переходите проходит эстонскую погранпункт у вас проверяют там еще есть роботизированные окна где вы свои биометрические иностранные паспорта прикладываете и проходите и раньше вообще не смотрел никто ничего сейчас как бабе обязались досматривать чтобы не возили там дорогие вина кроссовки сумочки сумочки этого луи виттон по 5000 евро чтобы вот этого не возили чинушам из санкт-петербурга и так далее ну вот и все эти люди дальше вот приезжают у сталинского аэропорта высаживают их здесь вот эти вот люкс экспресс и люди переходят и там же их встречают такие же фирмы автобусов и везут в петербургский аэропорт там они разлетаются все по разным городам и странам вот и и здесь когда вы проходите вы в комфорте тут в прекрасной свободе постояли ничего страшного это самый бюджетный переезд вот этот вот и переход попадания в россию конечно есть другие погранпункты но там где автобусы стоят по 25 часов есть другие закрытые погранпункты там несколько часов есть перелеты через истанбул по тысячи или там по 600 евро как хотите но никто не будет 5 человек по 1000 евро туда 1000 евро туда тратить это будет 10 тысяч например семья до летит в гости в россию 10 тысяч и евро кто будет тратить конечно здесь используется вот этот переход он также выгоден точно так же и эстонии потому что огромное количество рабочих мест подразумевают вот эти вот логистические перевозки из аэропорта добавленные авиалинии там вот эти baltic air там air baltic трансавия и так далее конечно это всем выгодно работают кафе работают люди государство получает налоги с и рабочих людей и с обслуживающего персонала из всей инфраструктуры поэтому вот здесь вот постоять в очереди до четырех часов ничего страшного раньше было вот вы переходите эстонский погранпункт вас пропустили вы попадаете на мост там еще мост огромный переходите реку на рову сторону ивангорода а после моста еще длинный коридор зеленый мы сейчас его посмотрим но они сейчас пустые а раньше было что мало того что здесь очередь стояла потом еще весь мост стоял и еще и весь коридор вот это было семь часов очередь сейчас нормальная очередь дальше смотрим вот этот красивейший мост дружбы знаменитейший который соединяет два берега да и кстати вот он свободен и и кстати вот еще раз говорю что конечно раньше еще ходили люди в гости из нарвы но это очень маленький процент вы понимаете что каждые три часа из аэропорта из сталина привозят по там 50 по 250-300 человек а это и больше это какой поток людей и соответственно также увозит этих людей переходящих из россии в нарву также увозят столько же 300 там человек в час в это в аэропорт таллинский ну и конечно это основная масса переходящих вот и процент тех кто приходит из нарвы навестить родственников друзей кладбище и так далее очень маленькие два процента тем более когда стали такие очереди огромные быть и вот этот вот неприспособленный переход для этого стали использовать вот все все переходить здесь границу конечно стало некомфортно местным жителям ходить туда-сюда также есть примерно 10 процентов ходоков которые на одну там компанию носят эти товары которые из европы дорогие товары которые заказывают вот какие-то люди в россии причем это фи фирмы снабженцы такие они организуют эти поставки но вот сейчас будет таможня санкционированные товары все проверять тщательнее чтоб не было вот таких несунов типа а в коридоре мы видим что все-таки есть немного людей коридора заполнен на одну треть но это не немного народу и вот это одна треть да это полчаса полчаса или 20 минут сейчас еще посмотрю дальше сейчас с моста когда входишь сейчас посмотрим так но тут и камера по немножко подвисает но 14 а ну правильное время 14 06 все-таки до коридор до заполнен примерно до половины это все-таки может быть час может быть час то есть на площади 3 часа сейчас дату очередь из нарвы и из эстонии мы людей следующих транзитом и сталинского аэропорта из разных стран городов российских граждан имеющих двойное тройное гражданство и виды на жительство вот все они тут стоят я думаю может и даже до пяти часов может быть очередь переход занять это из нарвы в ивангород давайте посмотрим из россии сейчас обстановка какая вот сейчас немножко подвисла но сейчас она оживится эта камера вот в россию такая очередь ой прошу прощения и из россии из ивангорода видите там написано россия эстония еще какой-то зелененький автобусик военненький какой-то подъехал вот очередь такая не очень большая не очень большая ведь все с чемоданами туда-сюда переезжают большими чемоданами едут они не с продуктами из пятерочки едут они точно так же люди эти едут из санкт-петербурга прилетев из разных стран городов но из петербурга тоже из москвы едут на автобусах люкс экспресс балтик шаттл эколайнс то есть тоже вот тут примерно может 150 будет человек но это до двух часов очередь даже меньше ну и завершим сегодняшний обзор очереди и новостей с границы из эстонии в россию из россии в эстонию вот посмотрим продвинулась ли очередь ну пока вот стоит стоит очередь на петровской площади и также мы посмотрели в коридоре все-таки наполовину даже заполнен коридор поэтому ну да большая очередь до пяти часов всем желаю успешного прохождения границы всем желаю морально психологически и физически подготовиться к прохождению границы также проверить что вы везете ну в основном люди везут какие-то свои вещи никому конечно не надо что-то там таскать откуда-то тащить это дорога не окупит эти все эти все товары не санкционные поэтому нормально будет очередь проходить ну я надеюсь 4 часа максимум вот спасибо за доверие благодарю за доверие всем хорошего настроения осуществление ваших планов конечно люди должны тратить свое время не на очереди а на искусство творчество науку занятия спортом семью профессиональную деятельность но не на эти очереди ну будем надеяться о скорейшем возобновлении мира во всем мире ну будем надеяться что когда-нибудь их технологическая новая революция сделает мир более открытым и равным для всех для развития для всех а вы смотрите пожалуйста подписывайтесь смотрите на моем канале у меня есть видео как я еду из петербурга в таллинн также есть видео живой переход как я перехожу из нарвы в ивангород границу скоро будут еще много видео также я поеду из франции из лиона вплоть до петербурга и обратно вот много видео у меня на канале о франции я выложила также сейчас олимпийские игры проходят во франции уже скоро закончится подходят концу до 11 по моему август они поэтому тоже под подорожали и авиаперевозки во всем мире в связи с такими событиями теме вот поэтому тоже вот это влияет конечно и на очереди на все смотрите также видео из франции всем пока всем поддержка любовь и всего хорошего пока пока